Бутик современной одежды модных российских дизайнеров Лабрена представляет курганским модницам широкий ассортимент платьев и костюмов на любой вкус. Выразительные и яркие коллекции, изысканный силуэт и необычная отделка. Лабрена – идеальный выбор для тех, кто ценит индивидуальность и хочет опережать моду на несколько шагов. Салон красоты «Националь» предлагает широкий выбор дизайнерских стрижек, плетения кос, различные укладки и прически любой сложности. Какое свидание без идеальной внешности? Перед романтической встречей необходимо скрыть все недостатки и неровности кожи и только потом браться за прическу и макияж. В этом случае спасает привлекательный золотистый загар, который можно получить, посетив студию загара «Ямайка». Он отлично выравнивает тон кожи, а также способен замаскировать целлюлит. Более того, в зимнее время организму особенно не хватает витамина D и в этом случае спасают ультрафиолетовые лучи солярия. Наши участницы испытали мгновенный эффект турболамп на себе и теперь готовы покорять короля. Не знаю, с чего девочки решили, что на свидание их ждет король, но почему-то они выбрали для себя придворные образы. Наталья Муратова назвала себя леди, Татьяна Стародубова – принцессой. Разве что Кристина Курочкина считает себя актрисой по жизни и готова вжиться в роль самой королевы. Что ж, даже такие капризы под силу настоящим профессионалам салона «Красоты эгоист». Наталья Муратова – 20 лет скорпион. Видит рядом с собой сильного мужчину обязательно с чувством юмора. На первое свидание отправилась бы гулять на природу. Наташа, расскажи, какой у тебя образ? Образ, образ. Я думаю, такой леди, леди, леди. Сзади строгие кучеряшки, черное платье, сережки под цвет золота. Я думаю, что я леди. Королевский стиль такой, да? Королевский, да. Думаешь, подстать будешь молодому человеку? Думаю, да. Я думаю, что он уже смогла коре глазу брюнет, поэтому такой статный, величественный. Поэтому, думаю, как раз. Татьяна Стародубова, 24 года, дева. Имеет идеальные формы, несмотря на то, что обожает выпечку. Считает, что идеальных мужчин в природе не существует. Таня, твоему ребенку уже 6 лет. Ты не думаешь, что это отпугнет молодого человека? Ну, я же не знаю, отпугнет его это или нет. Кристина Курочкина, 23 года, близнецы. Идеальным считает того мужчину, которого сумеет полюбить. Я надеюсь, что мальчик хороший будет. Мне кажется, почему-то, что он такой правильный, целеустремленный, симпатичный. Ну, как-то так. Я не изменяю себе. Как обычно, неформальный образ. Я вот такая. Всегда такой останусь. Антон Нечаев, 20 лет, рак. На проекте ищет девушку простую в общении и в жизни, без вредных привычек. Идеальным свиданием считает поход в кино. Мастера салона «Красоты Эгоист» привели в божеский вид прическу этого молодого человека. Он совсем недавно вернулся из армии, а потому вид у него был слегка растерянный. Зато после преображения другим человеком стал настоящий король. Прекрасный аромат свежей выпечки, богатый ассортимент пирогов, пирожных и тортов. Да, третье свидание проходит, пожалуй, в самом лучшем кафе города «Буфет». И первой на прием к Его Величеству Антону отправилась Наталья Муратова. Привет. Привет. Волнуешься? Я? Нет, нисколько. Не грамочки. Ну, расскажи мне, чем занимаешься? Семь. И работаешь? И работаешь ли вообще? Учишься ли? Меня зовут Наталья. В первую очередь мне 20 лет. Я заканчиваю Курганский педагогический колледж. Совсем чуть-чуть и я стану совсем педагогом дополнительного образования. С чем я занимаюсь? Ну, в основном, вид моей деятельности – это работа детьми и молодежью. Организация городских мероприятий, областных. Очень серьезная дама. Помнится мне, Антон хотел девушку простую и необремененную. Кажется, у Наташи мало шансов. А назови какие-нибудь свои лучшие качества. Вот за что я тебя должен выбрать тут? Есть у тебя какие-нибудь определенные черты там? Я добрая. Добрая, отзывчивая, понимающая, активная. Интересная. У меня есть куча интересов. Очень-очень-очень. Ну, я могу всего-чего хорошего. Вот, допустим, вот смотри, вот такая ситуация, да? Вот, допустим, мы с тобой выбрались. Вы выиграли, да, конкурс. Вот куда бы ты хотела поехать отдыхать? Ой, не знаю. У меня без разницы. Я нигде не была. А твой идеальный мужчина, кто это? Твой идеальный мужчина. Скажи мне. Сейчас будет не совпадение. Ну, мой идеальный мужчина. А тебе по внешним качествам или по внутренним качествам? Ну, тебе другой, как бы. Мне интересно было. Внешние качества. Брюнет. А, ты уже образ, да? У тебя составлен в голове образ. Какой он должен был? У меня составлен образ. По внутренним качествам обязательно, чтобы он был добрый, отзывчивый, понимающий. Не договаривает Наташа нашему молодому человеку, а как же высокий, смуглый и накачанный. Об этих внешних качествах девушка умолчала или решила сильно не расстраивать Антона. Я тебе хочу подарить такой тарисманчик. Он такой смешной, вот серьезно смешной, вот не поверишь смешной. Но он со мной был всегда, всегда на всех мероприятиях. В 2009 году он у меня появился. Он такой нелепый, вообще. Хочу подарить, чтобы он тоже куда-то, может, был с тобой, тебе помогал. Даже в сложных ситуациях он меня спасал, честно. Были трудные жизненные ситуации, вот. Хочу подарить его. Он тоже такой, вроде бы, спортсмен. Вот, держи себе его. Он тоже там, видишь, когда клюшки держит. Так это хоккеист, да? Это хоккеист? Ну вот, видишь. Расскажи, что не так было в Наташе? Все было так. Просто у нее идеальный мужчина не совпадает со мной. А ее идеалы могут, ну, могут не мешать, правильно? Она может, как бы, продолжать его в поисках. И другие три раза ей не могут быть. Что тебе особенно понравилось в ней? Что очаровало? Ну, то, что она активная, то, что она помогает детям, допустим, да, вот, она, как бы, рассказывает, там, детям, инвалидам помогает. Это очень благородно, на самом деле, что, вот, у нее, вот, есть за это огромный плюс. Татьяна Стародубова волновалась больше всех. Тем не менее, решила пойти вторым номером к Антону. Я Антон. Таня. Это приятно, по-моему, все. Я просто волнуюсь. Немножечко, да? Ничего, как-то немножечко. Сильно волнуюсь. Зря переживает Таня. Она в надежных руках. Антон прошел не только армию, но и службу в пожарной части. Ну, расскажи себе немножечко, чем занимаешься, чем увлекаешься, где учишься? Может быть, где-нибудь работаешь там? Нет, не учусь, не работаю. Сейчас пока в данный момент нахожусь дома, работала в Билайне, оператором ПК. Отучилась я уже давно, мне 24 года. У меня есть сын. Вот так вот? Да. Не ожидал? Ха-ха! Круг претенденток на сердце Антона начал сужаться. Отучилась где? Что закончила? Я закончила училище. Дальше учиться не пошла, потому что появился ребенок. Как бы муж, семья. Сейчас что случилось может? Муж там, не знаю. Муж мне изменил с девушкой. Ребенка я воспитываю одна. Ну, как помогает мама моя с папой, родителем. Он к отношению к ребенку не имеет, то есть не воспитывает. Да, нелегко, наверное, было Тане в этом признаться. Интересно, оценит ли Антон такие откровения? Хочешь, я тебя удивлю? Я тебе сейчас по Ютубу чудесную песенку. Да, хочу, хочу. Нет, я ее не буду петь. Почему? Она такая детская. Я обычно ее сыну раньше пела, чтобы он у меня хокотал. Да. Про поросеночка я даже сегодня в футболочке пришла. В эгоист у меня тут поросеночек такой был нарисованный. Испой, интересно. Испой, спой. Солнце сходит, и пиза будет. У нас там поросенники типа. Ну, вот так вот. Веселая песня, кажется. Ну, примерно как-то вот так вот. Давай я тебя угощу? Давай. Режу тебе пиццу. Вкусная? Да, вкусная пицца на самом деле. Антон, как тебе нравится, когда тебя называют? Симпатичный, милый. Допустим, мой хороший. Вот тоже приятно. Очень теплый и согревающий славный. Я никогда не слышала, чтобы молодого человека называли мой симпатичный. Мой хороший. Ну, это, в смысле, это наедине же, правильно? Ну, конечно, да. Хотя бы идут по головке, так говорят, мой хороший. Нравится, да? Да. То есть любишь ласку? Что еще ты любишь? Какое отношение к себе? Ласку, заботу люблю, допустим. Когда тебе девушка говорит что-нибудь приятное, вот, допустим, прям вот так и хочется, чтобы тебе сказать что-нибудь согревающее, которое душу греет. Татьяна, как ты считаешь, заботливая, милая девушка? Она, с одной стороны, может быть и заботливая, но человека нужно узнать поближе, правильно? Она ревнивая. Я не люблю ревнивых на самом деле. Как ты это понял? Она мне сама сказала, что вот когда говорят чуточку ревнивая, это значит предполагают того, что они сильно ревнивые на самом деле. Преуменьшают, да. Да, да. Просто они все равно, они же говорят об этом. А если говорят, я красивая, тоже преуменьшают? Ну, это уж совсем другое. Ревнивая и красивая. На самом деле это все другое. А ты ревнивый? Нет, я не ревнивый. С давних пор не ревнивый. С давних или с недавних? С недавних, точнее. А что послужило сменем такого отношения? Поменялось в себе. Как бы просто все перезвесил, переумножил вот это все. Расскажи еще, какая она, Татьяна? Ну, как бы она такая домохозяйка, можно сказать, больше всего. Она такая, как бы, может быть, сидячая, можно сказать. Вот так вот существует. Я бы так сказал. Тебе нужна активная, да, молодая девушка? Я хочу, чтобы она проводилась на время. Конечно, кто этого не любит? А как же личное пространство? Как же вечеринки с подругами? Совместный отдых ведь может и наскучить. Хотя, чего это я? Еще не пыталась судьбу с Антоном Кристина Курочкина. Я тоже очень активный человек, очень деятельный. Дома сидеть не люблю. Провожу детские праздники. Ну, вкратце, как-то так. А давай поиграем в игру. В какую игру? Знаешь, такая есть игра. Правда или действие? Вот так вот. Знаешь или не знаешь? Нет, не знаю. Не знаешь, тогда правило. Выбираешь либо правда, либо действие. Если выбираешь правду, я тебе задаю какой-нибудь вопрос, и ты должен обязательно честно ответить. Если выбираешь действие, то я тебе скажу, что сделать, и ты должен обязательно это сделать. Ну, и потом меняемся местами. Хорошо, давай. Давай. Правда или действие? Правда. Правда. Нескромный вопрос, можно? Можно. Задавай, какие хочешь, на самом деле. Когда ты первый раз поцеловался? Ну, так уже, французский такой поцеловал хороший. В лет, наверное, 13, на самом деле. Да, это была школьная дискотека, вот когда в школе все же веселятся, ты там в стороночке стоишь, ты на свою любимую девочку, ты смотришь, как-то стесняешься такой весь. И вот, как бы, лет 13 первый раз поцеловался. Здорово, ну, теперь я, да, выбираю? Ну, давай тоже правду. Правду, да, наверное? Правду. Сейчас, секундочку. Нескромный, да, тоже можно вопрос? Можно, да, да. Когда у тебя были самые твои первые вот такие вот задержанные отношения, или были бы они вообще? Были, да, где-то года два назад мы провстречались год и девять месяцев. Хотели даже пожениться, да, ну, не срослось. Мне кажется, или затяжными обычно бывают прыжки с парашютом, но никак не отношения. Ты можешь на мое имя, на мое имя, на имя Антон, назвать пять комплиментов? Ну, и сколько это буквы? Вот ты, как, именно к имени, или... На каждую букву моего имени назвать... Ага. Так, на букву А. Про описание обязательно, чтобы правильное было, или можно как говорить? Не, ну, как бы как, чтобы понятно было все. Антон. Обворожительный. Неотразимый. Творческий. Ну, я думаю, раз ты деятельный, то творчество все равно присутствует в жизни. Ослепительный. И еще М. Необыкновенный. О, ты, бабочки, спасибо тебе. Он так и выпросил на это. Обворожительный пишется через О. Хотя, кому какая разница на романтическом свидании? Антон, я подозреваю, что Кристина тебя очаровала с первого взгляда Да, замечательная девушка Очень красивая, на самом деле Красивая и обаятельная девушка Только во внешности? Внешне Плюсы? Есть у нее какая-то внутренняя каримия, может быть, такая она Энергия, наверное Понимаете, есть же у людей разные энергии, понимаете Есть негативная, есть позитивная Что-то у нее такое есть позитивное, на самом деле, что она прицепляет Антон, сложно было определиться? Думаю, да Что повлияло на твое решение? Я слушаю свое сердце Что тебе подсказало сердце? Кого ты выбрал? Думаю, я отдам предпочтение Кристине Подойди к ней и обними свою вторую половинку Ожидала? Я надеялась Надеялась и верила? Да Тебе устраивает, молодой человек? Абсолютно, на 100% Утворюлась! Еще одна пара воссоединилась на проекте Скорее всего, этому способствовала сладкая атмосфера Шоколадный стиль кафе-буфет, а также витающий аромат кофе и сладостей Привлекает даже самых притязательных Здесь вы можете приобрести все от пирожных до пиццы А также заказать караваи, пироги и свадебные торты В самом оригинальном исполнении и с любым натуральным наполнением Блюдо домашней кухни здесь готовится по особым рецептам, что придает им исключительный вкус Также всю продукцию курьера могут доставить вам в считанные минуты на любой адрес Быть может, именно курьер окажется тем самым идеальным мужчиной для проигравших участниц Ну что, девчонки, сильно расстроились? Нет Почему? Не понравился вам Антон? Каждому свое, видимо, Антон рожден для Кристины А кто рожден для вас? Где же этот принц? Ой, думай, меня ждет Я надеюсь, ты про ребенка Конечно А тебе на кучу? В детстве, да? В будущем? Прекрасно, светло Вы когда увидели Антона, подумали сразу, что это не ваш типаж или как? Ну, в принципе, да Он выглядит всегда молодой, 20 лет ему Я думала, если честно, будем постарше, как он 20 будет Ну, как сказать, мальчик и мальчик Он просто миленький, хорошенький мальчик А вам нужны брутальные мужики? Нам нужны мужчины с муглой кори, глазы привык Где будете искать своих мужчин? На следующем проекте сети Амура Целый год будешь ждать? Да, буду ждать целый год Свою смуглую кори глазу выберу на эту На этот раз Амур снова попал в цель И теперь новоиспеченную пару ждут сложные, но очень увлекательные испытания Следите за новостями ежедневно по будням в 18.45 на телеканале СТС В 19.15 на кабельном канале Курганру и на одноименном сайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова